Существуют ли дальномерные приборы, способные обнаружить взрывные устройства? Нелинный локатор NR900S в принципе можно позиционировать как прибор, который обнаруживает различные объекты поиска на расстоянии, которые безопасны для оператора. Например, обнаружение СВУ, в состав которого входят электронные компоненты, мы можем обнаружить на значительном расстоянии, тем самым оператор будет находиться вне зоны действия самого СВУ. Поэтому, отвечая на вопрос, да, такое устройство есть и этот прибор как раз и является таковой. Ну и всегда нужно иметь в виду то, что дальность обнаружения всегда зависит, во-первых, от размера объекта поиска, его эффективной отражающей поверхности и также от среды, в которой мы ищем. То есть, если это дождь, снег, да, то дальность обнаружения будет уже существенно сокращаться. Либо мокрая трава, роса, все это нам затруднит поиск и сократит дальность обнаружения. Это нужно учитывать, иметь в виду всегда. Чем отличается Коршун NR900EK3 от Коршуна NR900EK3M? Спасибо за ваш вопрос. Сразу видно, что, наверное, работали с предыдущей версией NR900EK3M. NR900EK3 – это предыдущая версия данного нейлельного локатора. В новой версии у нас, соответственно, была увеличена дальность обнаружения, заменены аккумуляторы, элементы питания на литий-ионные, что, соответственно, тоже нам позволило облегчить сам прибор. Кстати говоря, мы планируем снять большой такой выпуск на полигоне, то есть в полевых условиях, в которых мы как раз продемонстрируем работу NR900EK3M и ряда наших других полевых средств для, собственно, инженерной разведки. Сможет ли локатор NRCHP найти прослушивающее устройство, если человек пытается скрыть свое устройство с помощью нескольких слоев фольги? Ни один локатор ни одного производителя не обнаружит электронное устройство, которое завернуто в несколько слоев фольги. Но в данном случае есть вероятность определить наличие самой фольги по сигналу третьей гармоники. Собственно, этот сигнал позволит оператору произвести более глубокий досмотр. Может ли NR-детектор обнаружить мелкие приборы? Например, среагирует ли он на AirPods? NR-детектор обнаруживает различные мелкие объекты, например, сим-карты. Ну вот, после вашего вопроса, специально для вас, мы собрали наших коллег, попросили, так сказать, AirPods и более дешевые аналоги, которые работают на других операционных системах, для того, чтобы провести эксперимент, как они обнаруживаются с помощью данного прибора. И хочу вам сказать, что да, мы смогли обнаружить все данные устройства. Как часто у STT-групп выходят новинки? Новинки выходят не часто, примерно раз в два года, ну, ориентировочно. Но для нас и не является это каким-то показателем, да, частота, так сказать, выхода в свет новинок. Для нас большее значение имеет качество приборов, которым мы уделяем огромное значение, и над этим работает целый штат высококвалифицированных специалистов. Техника непростая, поэтому каждый этап может занимать большое количество времени. Разработка, испытания, устранение недостатков – это не год, не два, а даже бывает три года. Ну и, конечно, особое внимание мы уделяем тому, что стараемся усовершенствовать уже имеющиеся изделия.